Привет всем! У нас сегодня Happy Friday, три дня выходных, потому что Пасха, воскресенье. И я знаю, что произошло, какая трагедия. Я об этом ничего не хочу говорить, просто помолчать. Это невозможно просто, потому что столько, много всего хочется сказать, но лучше не говорить ничего. Сама я вам хочу сказать, что я надеюсь только на Бога и на себя. На Бога, что защитит, а на себя, что быстро, как-то в какой-то ситуации смогу быстренько сообразить. Сейчас я вам расскажу, какая у нас тут информация по поводу нашей забастовки. Вяло текущая инфекция какая-то, честное слово. За последнюю неделю наша информация менялась постоянно. И сначала, значит, все готовились к забастовке, все уже было расписано, кто на чем едет. Значит, в 7 утра выезд, в 5 утра мы приезжаем. То есть сама забастовка с 9 до 3, там в Оклахома-Сити, на Capitol Hill Square. И, в общем-то, люди, кто ехали машиной, кто-то едет там с собой, берет людей, кто-то автобусом. Я въехала автобусом. Я подписалась на понедельник, среда, четверг, думаю, в пятницу посмотрим. Муж меня может повезти, потому что точно я знала, что в первый день мужу, конечно, можно, он сейчас повезет меня. Но, представляете, там тысячи будет людей, где там парковку находить. Нужно будет парковаться за километр, потом идти туда. Думаю, зачем мне это нужно, это безобразие. Когда я приеду, вот он мне школьный автобус подвезет куда надо, мы прошли быстро security, контроль, и уже пошел бастовать. Все там уже на площади приготовлено, где поесть, где, в общем, все-все-все, что нужно для учителей. Там будут бесплатно питать, поесть и так далее, и так далее. Только басту. И люди, в принципе, были настроены очень даже так. Ну, как-то вяло подписывались на автобус, я заметила. Потом начала расспрашивать своих учителей. Говорю, ты идешь, ты идешь, ты идешь. И как-то я заметила, что не все идут. Я так думаю, ребята, ну это же не время, когда vacation, да? Не отпуск время, это время забастовки, вы должны что-то делать. Но я вам хочу сказать, что потому что очень все просто. Люди ни на кого не надеются. Не надеются на этих придурков, которые сидят там, принимают законы, которые только думают о своем личном обогащении. Они надеются только на себя. Каждый решает свою проблему сам. Я стала разговаривать с учителями, и многие учителя, кто уходит в частные школы, чего в принципе наши эти Legal Studies добиваются, они пытаются избавиться от бесплатной общественной государственной школы, снять с себя этот груз, обеспечение, сделать всех людей так, чтобы они ходили в платные школы. В общем-то, наши хорошие учителя уже все потихоньку туда уходят. Я не хочу туда уходить, потому что там вот это вот будет, знаете, как бы слишком много религии. Даже не каждый религиозный человек это выдержит. Мне так оно вообще не то. Ладно. Короче, сейчас приеду, приехала еще один магазин, проверю. Потом поеду в Sprouts. Это мой любимый магазинчик. Тоже там посмотрю кое-что. Как-то снимать сегодня нечего. Купила две футболки. что тут снимать такого, да? Ничего нет. Я надеялась, что вчера должен был быть привоз какой-то. Остальные там маленькие магазинчики не все работают. Вот Кейта я уже проверила в своем городе. В этом году заходишь и прямо, знаете, хочется очки одеть. Настолько много цвета. Я купила платье длинное. Оно все в цветах. Вообще, цветочный принт я не люблю. Я его не умею носить. Но купила, потому что цвет такой, знаете, как бы и не малиновый, и малиново-бордовый какой-то. Думала, ладно, пускай. Блондинка он идет и одобрил. У меня муж одобрил. Вообще, самая моя проблема как бы покупать вообще шопинг, про шопинг, сейчас я про шопинг скажу. Это вообще, это моя просто боль. Потому что шопинг здесь ужасный. Я так завидую девчонкам, которые живут там в хороших местах, имеют возможность ходить в хорошие магазины. Вон Калифорния, смотрю, что вот они покупают. Там Нью-Йорк, какие-то другие штаты. Но у нас же это, боже ты мой, ну вот это вот какой-то black hole, честное слово. Потому что людям, в принципе, там многое не надо. Все ходят вон, шорты и футболки уже одели. В принципе, тебе нужно две пары обуви на весь год. Зимой кроссовки, летом сланцы. Все. И ты окей. Это не то, как я помню в России, сколько пар обуви было на каждый сезон, на дождик, на не дождик, на снег, на слякоть, на о боже мой, на сильный мороз. Здесь такого же нет. Все в машинах, прыг в задание и всё. Тебе, в принципе, не нужно больше двух пар. Зачем я покупаю вот эти все мои босанушки? Только чисто для себя. Вот. Ну, говорю, уже пробовала онлайн-шоппинг, но он вообще не то. Потому что, понимаете, когда ты между двумя размерами, вот я между S и M, в зависимости от того, что, я иногда на глаз определяю, я проверяю поэтому оба размера. И вот топы точно я беру все S-ки. Практически все. А вот онлайн, понимаете, всё шьёт чайно. У них с размерами вообще там, кто куда, знаете, всё нужно мерить. И вот так вот покупаешь онлайн, думаешь, ну, выглядит нормально. Покупаешь, приходит оно тебе, материал, боже, дешёвый такой, отвратительный. Как его оденешь, думаешь, ну что, нет, спасибо, отсылаешь обратно. А это называется себе в убыток. Понимаете, только вот недавно себе купила платье, оно стоило там 69 долларов, допустим, да. Когда я делала заказ, я заплатила за пересылку, там какие-то деньги. Иногда я пытаюсь сделать заказ на 100 долларов, так, чтобы у меня была бесплатная доставка. Ну ладно, сделала я себе на 100 долларов. Прислали они мне. Мне не нравится оно, вообще, это какое-то платье, но на каталоге оно смотрится нормально. Я как одела, выгляжу как, я не знаю, я не знаю, как эта девочка, которая идёт на пром, знаете, вообще, не то, не то. В общем, отослала, так за это нужно заплатить ещё там 7 долларов, с чем-то, почти 8 долларов, потому что за возврат, и опять за шиппинг нужно там ещё 2 с чем-то долларов, и мы в десятку ещё влетели за того, что вернули. Ну вот так, понимаете, называется шоппинг, себе в убыток. Получается, поигралась в платье, мы отошли обратно. Поэтому, конечно же, для меня лично главное, очень много значит пойти в магазин и померить, посмотреть, что тебе идёт. Иногда как бы вещь такая, вот смотришь на неё, ты думаешь, нет, а потом себе думаешь, give it a try, да, попробуй. И померяешь, и оно совершенно по-другому. Ну вот такое бывает. Поэтому примерка для меня лично много значит. Я думаю, что для многих это очень много значит. Что обувь, что одежда, всё должно сесть на тебя, потому что каждый человек индивидуален. Все шьют одинаково этот дом, мы же не одинаковые. Мы не одинаковые. Всё, увидимся. Последняя остановка это магазин Sprout. Я смотрю, стройка тут растёт так быстро, прям на глазах. Сегодня день супер. Будет ещё лучше. Вот так вот это вот у нас Harmer's Market. люблю этот магазин. Каждый раз, когда я приезжаю, я его посещаю. Смотри, какой интересный. Вот, наверное, здесь Spellflower. 2,99. Вот эти штучки очень люблю, но на них только посмотреть теперь. В прошлый раз вот эти купила, мне не понравились. А вообще, мучное сейчас пытаюсь избегать. Смотрите, наверное, с короком, с шоколадом. Выглядит здорово. И хлебушек. Смотрите, какой выбор хлебушка, кто любит. Сейсейшнел. Тут и французский, и немецкий хлебушек они делают. И обычные батончики. Сухарики даже. Ой, какие. Из чего вы? Вот почему эти зелёненькие. Это халапинио. Перец такой. А вот здесь в прошлый раз я покупала себе бленд. Сейчас вот тоже, когда уже я буду готова, куплю. В прошлый раз пила Green Mineral Blast. Нормальный, зелёненький такой. Сегодня нужно, наверное, Green Power Punch или же Sweet Big Blend. Смотрите, какой салат-бар. Вкусненький. Можно себе сделать здесь салатик. Кстати, вот это хорошая мысль. Я его сейчас и сделаю. Оливковый бар. Тоже сейчас сделаю. Смотрите, как. Видите, не планировала же ничего. Так на глаза попадаются, и начинаешь уже брать. Мы оливки очень любим. Можно вот такие заготовки купить. Вот 7,96 такая вот заготовка, но оно всё мороженое. Мы такое не любим. А я не пойму, это приготовленное? Да, это уже приготовленное, только нужно разогреть в микроволновке, я так понимаю. Да, да, да. Вот кукурузка или стейк вот здесь. Мясо, я смотрю, с чем-то очень полезным. То есть, хватило, и вот тебе очень полезный ланч. С этой стороны салатики. В принципе, то, что я сейчас ем. Вот такие наборчики, видите, сыр, виноград или же овощи. А это секция конфеты и шоколад. Смотрите, какой шоколад. Тут это больше молочный, это, наверное, чёрный. Вообще, вот эти все ряды. Вот это шоколад, дальше сухофрукты, дальше потом идут орехи, семечки, сушёные овощи. Классная вещь, это мои любимые сериалы. Сейчас я пока не ем. Вот это именно бренд. Видите, опять же, два штампа. Вот он, отдел специи. Здесь чего только нет и можно купить их на развес. Вот видите, стоят весы. Вот мерная палочка, например, для турмарик. У меня вот такая же почти банка, дома я его тоже употребляю. Хорошая вещь. И вот такой мешочек здесь накладываешь, взвешиваешь. Не знаю, сколько тебе надо. И там, конечно, еще берешься. Или вот в баночке. Видите, их тут много. А вот тут молочка. Молочки, как разобраться. Здесь флаксмилк плюс протеин. Несладкая с ванилой. Оригинальная несладкая. Я какую-то пробовала. А, вот такое я покупала флаксмилк, только обычное. Ой, фу, мне когда не понравился вкус совершенно. Ну, я не молочко, уже все, я молочку практически не пью. Я пью только раз в день, может быть, в стаканчик. Кокосовое молоко. Вот, вот такое. Нет, это almond. Обычное кокосовое, никакой не almond. И без ванилы просто оригинальное. И вот это люблю. Артезиан мальти-сеть. Мои любимые вот это. 3,79 они здесь стоят. Там дальше кофе пошел. Вот здесь секция пошла протеин. Видите, все это для nutrition. Nutrition, не знаю, там коллаген, протеин, все что угодно. Вот они для вока, для тренировок, для мышц. Вот такие большие банки organic протеин. Видите, 36 доллара, 41 доллара. Тут расписано, что у него опять же вот эти вот значки стоят. Или же вот для зеленых коктейлей. Какой хочешь, с каким хочешь, с вкусом ванилы, с вкусом шоколада, фруктов, клубники. Опять же, вот разные шейки, видите, протеиновые. Вот такой я пробовала. Вообще вкус как мороженое. Вода. А если не варить свой бульончик, то вот они, bone broth. Это chicken, где-то здесь был. И вот этот же самый Brain Pacific стоит в Walmart или же в нашем Food Pyramid. То есть можно его найти. А where the beef beef, я не вижу beef. Наверное, просто не вижу. chicken, chicken. Вот она beef broth. 3,99. Смотрите, они даже делают butternut squash soup. Прямо суп он уже? Жидкий, да? Я взяла немножко попробовать это. Первый идет оливки, которые начнут голубым сыром. Дальше идут вот эти красные. Это не помидор, это такой специальный перец, красный перец острый и три бочки. Для салата выбор вот такой. В принципе, вот это то, что я ем. Это мой салат состоит. Но здесь много разных хороших ингредиентов. Вот это, я думаю, это каноэ, киноа, киноа, селери, а, ну, они написаны гранберис, а вот это что, тофу, сыр, ну, эти кальмары, конечно, это не настоящие, голубой сыр, вот там пармезан, чиз, семечки, что на этой стороне, о, вот это тофу, да, тоже, по-моему, грилл тофу, ага, какие-то кимчи, куканбе салат, мексикан стайл шрим салат, перп, ау, баку, тюна салат, интересно, блю чиз, о, вот это должно быть классно, это должно быть вкусно, ням-ням, капри салат, микс, перри, вот это что такое, греческий салат и spinach strawberry salad, верба, да, так, ну что, в принципе, я готова ехать домой, планировала к 11 быть дома, ну, не получается, в принципе, будет полно, вот здесь можно набрать себе любые орешки, интересно, почему walnuts, это грецкий орех, потому что мы их постоянно едим, они очень дорогие, кстати, пакетик небольшой, платье мы как-то около 18 долларов, что ли, и здесь моя любимая стойка, это сухофрукты, ммм, смотрите, очередь какая сегодня, да, ну, в тот отдел, в тот дальний угол я тоже не пошла, потому что там все из iHerb, то есть косметика, как это, всякие, добавки, вот, пока нашла правильное слово, пищевые добавки, витамины, минералы, вот, так, тут даже крупы, смотрю, выставлены, как раз, знаете, по пути, вдруг кто-то что забыл, так, ну все, я поехала домой, конечно, муж мне не ответил, опять, наверное, занят, я ему звонила, хотела узнать цену, поскольку, почему мы покупаем там дом у нас в магазине, в супермаркете, какой там, когда нужен, никогда не отвечает, а потом мне прислал, не знаю, звонила несколько раз уже, да, короче говоря, день шикарный, еду домой, еще много дел, сегодня планирую работать в саду, вот она, глахома, смотрите, степи, степи, и кандри мюзик, ищем, глядь, до новых встреч, глядь, до новых встреч, спустя, мгновенно, где живет мы, во второбучи, восьмдeme, с друзьями, восьмдeme,